Дни открытых дверей в учреждениях культуры – это хорошая возможность показать свои творческие объединения во всей красе и еще больше заинтересовать ими публику. Таких клубных формирований на сегодня в Центре национальных культур насчитывается почти два десятка, и их разнообразие придется по вкусу любому человеку. Здесь занимаются и рукоделием, и кукольным театром, и вокалом, и театральным искусством. В нашей съемочной группе удалось побывать на нескольких таких занятиях. Подробности в сюжете Екатерины Захаровой. В одной из наших недавних программ мы уже рассказывали о кукольном театре и арсалинских рукодельницах. На этот раз мы решили посетить вокальную студию «Театральный кружок для взрослых». Сразу уточним, вокалисты в кружке, которым руководит заслуженный педагог Виктория Придеина – люди не случайные. Жители поселка их не раз видели на ямальской сцене в качестве артистов. По словам педагога, учиться петь и никогда не выходить на сцену – неправильно. Вокал – это хороший способ продемонстрировать свои таланты и раскрыть себя не получится, если не побороть самый главный страх – страх сцены. Начиная тут, в общем-то, с такой маленькой сцены, с маленьких мероприятий в Доме культуры, потому что здесь зал, он более уютный, и он располагает. И публика здесь другая. А потом уже человек, когда нарабатывает вот этот профессионализм, все равно все-таки выйти на сцену и спеть – это подвиг для некоторых людей. Где ж ты мой свет, вроде школу склоня, Дальше ответ, что не паса был меня. Ведь писем нет, вот уже четыре дня, Сбитый мне крыши напиши. Пользу от такого творчества измерить почти невозможно. Пение раскрепощает, расслабляет и дарит чувство уверенности в себе. Помимо этого, это отличная дыхательная гимнастика и кардиотренировка. Прежде чем выйти на сцену, начинающие артисты проходят хорошую подготовку, длительность которой зависит от способностей и желания вокалиста. В любом случае, каждый в результате получит свою минуту славы. Всех ждем, никому никогда не отказывали, в общем-то, всегда с радостью всех принимаем. Ждем мужчин, мужчин очень мало у нас сейчас, ждем мужчин, чтобы они не стеснялись, приходили. Пение, потому что это очень полезно для легких, вообще для организма, такой релакс. Два веки Базарчука уже есть. Слушай, а знаешь, чего бы я? Я бы хотел свой домик иметь. Самодеятельный театр для взрослых «Диалог» под руководством профессионального режиссера Сергея Сопронова также распахивает двери для всех, кому интересна сцена. Здесь всегда найдется роль для вновь пришедшего, потому что театр – это миниатюра жизни, в которой герои – обычные люди, не всегда в обычных обстоятельствах. Состав сегодняшней труппы не окончательный, периодически в нее приходят новые люди. На этой репетиции новичком стала Елизавета Жданова. Мне нравится игра, я давно хотела пробовать. Мне родственники говорили, что у меня может поучиться, что у меня хорошая мимика, поэтому я решила в этом себе попробовать. Для некоторых артистов театр – это вызов самому себе. Борьба с комплексами и зажимами – хороший тренинг для прокачки своих умений. Никто не родился артистом, каждый пришел в это творчество из самых разных сфер жизни. Это легко, сложнее от театра отказаться. У меня беда, я боюсь сцены. Я провожу родительские собрания, я уже об этом как-то рассказывала. И я сильно волнуюсь вообще. Я и на сцене-то сильно волнуюсь. Вот так я лечусь. По словам режиссера Центра национальной культуры Сергея Сопронова, талантов на ямальской земле немало. Даже на этой репетиции присутствовали только участники грядущего спектакля. Помимо них в составе труппы еще пара десятков артистов разного возраста. Театр – искусство не для всех. У него есть свои противопоказания, правда, их минимум. Это если человек только ленив. Все остальное у каждого человека есть. Ну, не бояться морозов здесь, наверное. Мы находимся в таком регионе. А все остальное у человека есть всегда. Есть глаза, есть голова, есть руки, есть пластика. У каждого она своя. Это и есть индивидуальность, которая очень важна всегда на сцене. Впереди у театральной труппы два спектакля, которые готовятся специально для новогодних праздников. Взрослая музыкальная комедия и детская сказка. А это значит, что уже совсем скоро самодеятельный театр откроет свои двери для благодарных зрителей. Екатерина Захарова, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярсель.